В целях развития мощностей по производству электроэнергии с привлечением прямых иностранных инвестиций в электроэнергетическую отрасль, а также стабильного и качественного обеспечения населения энергоресурсами, было принято постановление президента о мерах по организации строительства новой тепловой электростанции мощностью 1500 мегаватт в Сардаринской области. Документ обозначил конкретные задачи. На какой стадии строительства объекта узнавал мой коллега. Завершается первый этап строительных работ новой тепловой станции мощностью 1500 мегаватт, в которой реализуются саудовской компанией «Акопауэр» на основе государственного частного партнерства. Гигантская ТЭС возводится в городе Ширин и Баяутском районе Сардаринской области. Устанавливаются современные и энергоэффективные газовые турбины японской компании «Митсубиши». В первой декаде октября внедрят в эксплуатацию мощности на 500 мегаватт, а до конца текущего года генерация электроэнергии будет удвоена. На полную мощь станция заработает в первом квартале 2024 года. Проект является одним из самых современных в энергетическом секторе мира. В скором времени ТЭС начнет подавать электричество в энергетическую сеть Узбекистана. Проект стоимостью более 1 миллиарда долларов реализован за счет прямых инвестиций саудовской компании. Обратите внимание, 1500 мегаватт. Насколько велика эта мощность? Для сравнения, потребность в Сардаринской области в электроэнергии составляет в среднем 300 мегаватт. В Бухарской области в среднем 450 мегаватт электроэнергии. Если посчитать среднюю потребность в электроэнергии в Самаркандской области, она достигает около 800 мегаватт. То есть после ввода в эксплуатацию ТЭС сможет обеспечивать стабильным электричеством жителей Сардаринской, Бухарской и Самаркандской областей вместе взятые. Газовая турбина позади меня проходит финальное испытание. Уже скоро мы начнем производство электроэнергии. Эффективность этих парогазовых установок является самой высокой в мире и составляет чуть более 60%. На газовых энергоблоках установят две турбины и парогенераторы нового поколения. За счет меньшего потребления газа будет производиться в 2-3 раза больше электроэнергии. До конца этого года будем генерировать 1000 мегаватт электричества. Еще 500 мегаватт электроэнергии уже в следующем году. Более 60% работников ТЭС – местная молодежь. Мы обучили их в Турции, Саудовской Аравии. В настоящее время они работают на станции. Эксперты утверждают, что ввод в эксплуатацию этой станции покроет большую часть потребности Узбекистана в электроэнергии. Кроме того, к работе над проектом привлечены свыше 1000 рабочих из числа местного населения. Стоит отметить, что для ТЭС будут построены высоковольтные подстанции электропередачи.